приветствую вас на телеканале импакт мы в прямом эфире эта программа влияние спасибо что вы остаетесь на импакте вместе с нами имею честь предоставить старшего пастора церкви christian faith church хотел по-русски но по-английски становится легче приветствую очень рад предоставленной возможности встретиться с тобой давно уже не виделись на личном и тем более с вашей аудитории спасибо за доброе дело которые вы не перестаете делать ты всегда своих ремарках ты мне это очень не все пастыря это делают они уважают ну в твоих ремарках в начале программы ты всегда лифт потому что кто хоть немножечко понимает что это такое что это такое вся закулисная работа я вот ехал сюда и подумал что больше 20 лет мы ежедневно проповедуем евангелие на разных платформах радиостанциях в этом городе они приобретали самую разную окраску но всегда преследовалась цель принести евангелие эта программа настоящая истина но до сих пор остается такой краеугольный я подумал 20 лет это же много огромнейший просто огромнейший архиве только потому что я направлялся сюда я сразу же не смогли не 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 отождествиться с тем что радио это одна ниша и вас бы воспроизвести радиоматериал намного легче чем это сделать с видеоматериалом потому что нужны камеры нужно место нужен свет нужны люди надо их привести в порядок надо определенный регламент то есть это намного сложнее и нужна инфраструктура нужно чтобы подать сигнал нужны деньги значительно больше чтобы оплачивать каналы и связи все остальное поэтому я с большим уважением отношусь к людям которые свалили на себе на свои плечи это не просто потому что им захотелось потому что они почувствовали это бремя по повелениям господа и не оборачиваются назад 20 лет очень ты прав 20 лет в этом году вот все начиналось силы креста силы креста получасовая или часовая программа как можно забыть это тоже наша история а силы креста магадане начиналось на данном вот этого я не знаю у нас с тобой будет подкаст сегодня до тебя я поделюсь буду очень рад буду очень рад пастор сергей мы перейдем в тему происходящим сегодня тема похоже 1 но перед тем какой расклад я вижу это на суд наших зрителей ну и для нашего с тобой рассуждения я вижу практически три точки горячие сегодня это израиль это украина россия и это америка по-своему горячая по-своему я вижу в америке как я интерпретирую происходящее я вижу что на алим рвется и изобель конкретно рвется со всеми ее багажами в прошлом включая багаж в калифорнии который очень неблаговидный неблаговидный вот и что меня удивляет в ее устремлениях попасть на алим то что она используя методы предвыборной гонки она акцентирует ударение делает обращаясь к девочкам девочка вам нужны аборты трамп противобор вам нужны аборт и я сижу и диву даюсь у экрана думаю обожди это на со студентами говорила библи не библейской я хотел сказать высшей школы какой-то там университет и она обращается к студенткам цель которых должна быть по крайней мере ну грызть осваивать нау пять лет или сколько там четыре девочки вы американки вы чем должны заниматься это углубляться в познание своей науки науки осваивать специальность но нет и они в восторге видите ли кандидат предложил им так сказать она сторонник вот этих абортов и они аж пищат прошу простите за выражение так хорошо в 17 18 или в 16 лет как а каких абортов тебя в семье еще нет и ты же в восторге то то есть это изовель потом это они сошли к нам со страниц ветхого завета со страниц ветхого завета только они новоиспеченные нет ничего нового под собой теперь сосед к востоку от украины в его личности вижу сочетание двоих персонажей древние библейских это злобный ман и фараон злобный ман почему мы знаем уничтожение еврейского народа а почему фараон а фараон говорит нет вы должны быть рабами и вот вот эти библейские анти персонажи анти нормальные вот они всплыли сегодня и и и и мы как обыватель простой обыватель мы многие из нас по крайней не мы с тобой но ряд зрителей не в растерянности кому голос отдать кого поддерживать и вот этот рой голосов вот тут пастор тебе слово спасибо еще раз пастор юрий за возможность давай начнем с оговорки следующего толка что не я не не ты не мы с тобой не являемся какими-то политическими экспертами глубочайшими аналитиками при этом никто не запрещает нам иметь свободный обмен информации и нашими соображениями по тому или другому вопросу включая политически я недавно сделал один видео видео блог на своем youtube канале какой-то человек написал если ты в самом деле христианин то зачем тебе политика я ему ответил потому она мне и нужно что я христианин мне в общем не безразлично каком обществе будут жить мои дети и дети моих детей и и последующий род если мы не являемся поколением который будет встречать возвращающегося христа то есть мне это не безразлично но в ответе на твой вопрос я хочу сделать следующую ремарку недавно услышал одну мысль дважды и мне показалось она очень обоснованной есть какая-то книга первый раз когда я слышал эту информацию ссылка была сделана автор не процитирован название книги не процитирована второй раз я был в машине со своим товарищем другом своими он говорит о тех же самых вещах самое лучшее время для христианства и распространения евангелия это когда мир однополярный что я имею ввиду и опять ссылка на автора и его рассуждение когда есть одна супер power супер power одна супер держава желательно это моральных маломальских устоев и ценностей государства которые пропагандируют определенные идеи при таком раскладе и там делается ссылка на ряд империй предыдущих когда христианство расцветало когда мир двухполярный это то что мы были с тобой не непосредственно участниками да это соединенные штаты с одной стороны и то что рональд дейга назвал империи зла с другой стороны продвижение христианства и рост христианства значительно замедляется потому что масса дверей они прикрываются для того чтобы евангелия имела триумфальное шествие если мир становится много полярным то продвижение евангелия advancement of the kingdom да он становится еще в этом плане сложнее так вот если мы говорим без всякой ратуши надо надо признать тот факт что сегодняшние выборы или выборы на пороге которых мы стоим это не что иное я по-другому это не интерпретирую в общем то наверное только в колорах этого эфира я могу с тобой об этом поговорить как бы свои рассуждения эта попытка дискредитировать однополярный мир бенефиты которого и недостатки которого мы с тобой опять же наблюдали последние 30 лет и как по мне бенефитов больше чем недостатков хотя и недостатки тоже имеются к это есть не что иное как попытка дискредитировать однополярный мир лица соединенных штатов америки и сделать его как минимум даже не двуполярным и кстати о многополярности вот если прислушаться сейчас к ведущим голосам политических лидеров то именно на это делается ударение что эпоха в которой мы уходим она должна быть многополярной это в основном левого толка абсолютно абсолютно поэтому вышеупомянутые персонажи по сути вот если 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 отбросить в сторону абсолютно все понимаем мы обои с тобой родились в украине мы как бы баяс в этом отношении и наверное и у тебя и у меня претензии к трампу по его заявлениях в отношении последней но если все отложить в сторону то борьба идет за то какой быть америке да быть может это не определиться на выборах 2024 года но следующие будут 28 следующий будет 32 и можно будет наблюдать очень постепенно и уверенную направлении как бы спай ролик до идет вниз когда дискредитируется роль соединенных штатов америки как государство отстающего ну с нашей стороны свободную свободное провозглашение евангелие и субсидирующие евангелие пастор серии я добавлю я добавлю усилию эту мысль 13 глава римлянам америка было если не 100 лет ток точно это этим божий слуга который на себя на добро на добро всему это приходит к сожалению концу продолжает вот меня не перестает удивляться сколько сколько денег в самом деле только из этой страны уходит на то чтобы субсидировалась евангелие проповедовалась провозглашалась евангелие в той или иной формы поэтому если говорить о выбора 2005 на мой субъективный если говорить о выбора 2024 года то победа харрис демократического претендента будет очень серьезное движение в сторону многополярности если трамп войдет в белый дом опять я не говорю что он полностью остановит эту траекторию но будет произведена очень серьезная задержка очень серьезная задержка в целях того чтобы америка осталась такой какой она есть на данный момент это экономический потенциал военный потенциал политический потенциал свободно свободного рынка и со всеми вытекающими из этого последствия это по сути можно расценить как моё вводное слово это это мой моя личная интерпретация or is on the plate да на выбора 2024 года если мы весь этот шум все эти опросы общественного мнения и и все эти кривотолки отложим в сторону теперь мы имеем то что мы имеем трамп это претендент от республиканской партии со всеми его сильными и слабыми и слабыми сторонами если ему получится победить в ноябре 2024 года он повторит исторический прецедент это уже имело место в 19 веке он будет вторым в истории что само по себе очень интересно демократической партии мы имеем претендента в лице действующего вице-президента она была теневой фигурой в администрации в администрации байдена я не говорю это с отрицательной коннотации мы просто не слышали о ней кое-какие там заявления наверное серый кардинал в неком может она была влиятельная во всем этом плане поэтому когда и шел вопрос о первых дебатах между демократами и республиканцами между харрис и трампом все как бы занижали ожидания заниженные были она мне кажется представила себя очень неплохо держала удар держала удар то подсказывает мне она способна научиться то есть ее консультировали готовили к этим к этим дебатами она во всяком случае развеяла во многих людях сомнения что она она первое лицо не подходящий неподходящий президент я в тему задам вопрос тебе насколько консервативная часть америки консервативно это скажем так нашего возраста и наших родителей я беру и выше она готова к принятию ним сложно продать этот продукт очень женщина во первом не потому что женщина очень сложно продать продукт из-за того что исходит из ее уст и что не исходит из ее уст потому что если я могу еще раз сделать ссылку на те же дебаты которые я просмотрел кстати это печально что мы слышим про аборты мы слышим про кошек и собак которых кто-то там или жертву приносит или съедает в одном из городов америке и мы ничего не слышим за бюджет мы ничего не слышим за дефицит мы ничего не слышим за инфляцию и так далее и так далее и так далее сейчас человек получает займ на дом 70 процентов и он радуется как получивший великую привык то время когда стоит отвернуть историю 3 4 не 3 4 5 6 7 лет тому назад 3 процента люди субсидировали дома по 3 процента под я слышал вообще это невероятно ниже 3 может быть единичный случай не так но в любом случае то есть это как бы существенная существенная разница и то что акценты сменились как вот и пастор юрий сказал она горлопанит за аборты и ее аудитория сходит с ума пусть они сходят по-своему с ума они имеют на это право в свободной стране живут но почему не адресовать вопросы которые действительно животребляющие а каким будет завтрашний день как америка будет платить за свои долги как америка будет выходить из своей финансовой дыры как америка будет решать проблему инфляции как америка будет адресовать внешнюю политику что америка сможет предложить израилю и ближнему востоку что америка сможет предложить украине продолжающейся войну сколько еще еще три еще шесть еще девять вы еще хотите чтобы половина страны сгорела в преврате превращена была в пепелище то есть эти вопросы хочешь не хочешь они возникают а мы горлопаним о том что кто-то у кого-то забрал право на аборты что не не является правдой она лжет трамп аборты не запрещал трамп забрал право регламентировать на федеральном на федеральном уровне искал идите и голосуйте штата потому что мы федеративное гос федеральное государство у нас 50 стран в одной стране идите пусть кентаки пусть флорида пусть джорджия пусть аризона по-своему решать и что интересно что когда этот вопрос возвращается в штаты то консервативно ориентированные штаты как раз так голосуют за то чтобы у женщины было на эту практику мы можем с ней не соглашаться с моральной стороны но есть закон который диктует эти правила поэтому она извращает но это людей эмоционально очень сильно заводит и они как бы готовы по злословию трампа трамп свою очередь тоже перебили перегибает где-то палочки свои свои программы предлагает и говорит о массовых депортациях что мне сложно представить как это как это произойдет в америке в двадцать первом веке в первый день моего президентства я выгоню из страны или вывезу из страны там миллионы ну как это произойдет реально вы будете в самом деле в эти пазики или вазики грузите вы куда вы будете их во первых будет беспрецедентные судеб куча судебных исков сразу на место это на года растянется поэтому вместо того чтобы вместо того чтобы сесть и сказать ну мы оказались здесь и мы оказались здесь силу определенных причин давайте начнем начнем разбираться если у нас нелегальная иммиграция и никто не против иммигрантов давайте наведем порядок если у нас инфляция давайте сделаем вещи которые понизят эту инфляцию но мы сегодня гораздо говорить об абортах которые трамп не разрешает делать и о собаках которых кто-то либо кушает либо жертву приносит там спрингфилд и вагая я сегодня утром ехал включил радио npr я диву так сказать ну диву даюсь что я услышал с этого с этого со спикера в одном из городов штата нью-джерси city council учредил и установил разрешил для мусульман совершать свои пятидневные молитвы по их корану по их исповеданию пятеразовым хотел сказать ежедневно пятиразовым для этого установили вот эти спикеры спикеры и это будет начинать с пяти часов утра пожалуйста до десяти вечера возмутилась общественность там выступали там эти местные жители говорит но обожди но до чего мы дошли city council который состоит из большинства про мусульманского этого направления нет говорит это страна свобод и мусульмане в нашем городе они должны молиться я тебе расскажу мне кажется это был может воскресенье может может понедельник я пошел пробежаться пробежал урочное число миль купил кофе и решил пройтись к дому иду и слышу речь а вот подхожу это было в парке недалеко от места которого я живу человек 100 150 все мусульмане и мужик микрофон качает их что надо голосовать вот регистрируйтесь голосуйте регистрируйтесь голосуйте регистрируйтесь голосуйте слышу american islamic вот этот канцелл и так далее так далее так далее ну ладно это свобода собрания хочешь я прошел немного не могу поверить слышу мула начинает заводить песню и я думаю это где я я я на ближнем востоке я в иордании или я в турции и вот пошел пошел этот вечерний молебен прямо в этот микрофон и достаточно далеко это все было слышно что само по себе прямо приводит нас того что если христиане будет комфортабельно отсиживаться в своих своих помещениях и не братья в англии в те места которые христос колонже сказал идите по улицам изгородя и идите по переулкам кто вам мешает то эти пользуются правами которые предлагает им предлагает им это почему я это почему я вбру вброс делал потому что она настолько переплетаем а вот эти политические за словом 3 безусловно вплетаем а и имеют религиозные исламизации она такая медленно но она такая не хорошая она такая мерзкая неоднократно неоднократно я ну там включаясь что-то там на радио или там на ютюбе что-то кто-то пришлет говорит я обратил внимание что невозможно ассимиляция мусульман в американскую среду действительно невозможно возможно ассимиляция азиатов даже индусов ассимилируется это по статистике более так сказать проще но практически невозможно ассимиляция мусульман ислама в американскую действительность. У них уже большая диаспора есть в Мишиган, мне кажется. Огромная, огромная. И там со всеми вытекающими и мечети. Я удивлюсь, если там нету пятиразовых молитв, совершаемых на ежедневной основе. Есть. Это было пять лет назад. Они учредили польский городок. Там около 50 тысяч поляков, которые еще в 1900-х годах. В начале века. В начале века. Я слышал, тоже на МПР, кстати, недовольство поляков, которые говорят, мы здесь прожили и наши дети. И что это такое? То же самое с ситикансом, который проголосовал за то, чтобы пятиразовую ежедневную молитву. Они установили. И эта женщина-полячка говорит, мы, и не только мы, все мои родственники, говорит, мы переезжаем отсюда, потому что с пяти часов утра в колонках начинает молитву. Говорит, мы к этому не привыкли. Мы к католической вере, говорит. И что это такое? То есть в Мичигане. Пожалуйста. Так вот, возвращаясь, это небольшая импровизация в сторону текущих событий. Но все это в кассу предстоящих 5 ноября выборов. Поэтому, что мы имеем на данный момент? Я думаю, многих людей сверлит этот вопрос в сознании, в подсознании. Какие шансы? Я еще раз хочу оговориться, не претендую в этом случае на какое-то экспертное мнение. Но на данный момент, как мне это все видится, эти выборы, есть такое выражение по-английски, it is his to lose. То есть, если Трамп проиграет в ноябре текущего года, то ему в этом винить только себя, потому что у него существуют все предпосылки для того, чтобы, пусть не с большим отрывом, но победить. Это дает нам возможность немножечко, как бы сказать, о самой структуре выборов. Есть popular vote в Соединенных Штатах. Если верить всем данным 2020 года, 81 миллион за Джо Байдена, 74 или 75 за Дональда Трампа. То есть, 155 миллионов людей проголосовало. Это огромнейший показатель. Есть ли такое количество вообще голосующих? И даже если такое количество голосующих есть, сколько из них зарегистрировались и сколько из зарегистрированных явились на избирательные участки? Опять, если верить данным 2024 года, я не хочу их подвергать никакому сомнению, 155 миллионов из 30, сколько у нас? 340, 320, 330. Это большая явка. Это очень и очень большая явка. Но вот этот popular vote, он не решает исхода выборов, как мы знаем, потому что в ряде случаев человек проигрывал popular vote, что произошло с Трампом в 2016 году, но он все-таки оказался в Белом доме. Почему? Потому что система наша прописана так, что каждый кандидат, он отдельно воюет за выборщиков в каждом штате. И победивший в штате получает все голоса этого штата. А голоса штата суммированы количеством тех людей, которые представлены в Палате представителей и тех людей, которые представлены в Сенате. В каждом штате представлено по два человека, поэтому Калифорния из-за того, что он самый густо заселенный штат, мы территориально не самые большие, Техас самый большой, из-за того, что мы самый густо заселенный штат, у нас 54 или 55. То бишь, два сенатора и 52 или 53, мы их называем конгрессмена. Суммировано 55 человек. Вероятность примерно в 100%, что Камала Харрис победит Калифорнию, поэтому все 55 голосов отойдут в ее колонку. Таких голосов по всей Америке 538. Для того, чтобы войти в Белый дом, для того, чтобы тебя объявили победителем, тебе надо вот эта волшебная цифра в 270. Человек, заполучивший 270 голосов, получает все. То есть он становится победителем. Это не делает его победу более триумфальной или менее триумфальной. Это делает его победителем. Были в нашей истории президентских гонок невероятнейшие победы. Одна из них принадлежит Рональду Рейгану в 1984 год. Когда он победил Картера? Когда он победил, это был Мондеил. И он взял 525 из 538. То есть это полный лендслайд. Похожую победу получил Никсон тоже в 1972 году. Свыше 500 этих electoral votes. Я сейчас уже не помню все эти детали. То есть такие случаи имели место. Что мы имеем на данный момент? Если подходить со стороны именно этого волшебного числа избирателей, 270. На прошлом избирательном цикле, в 2020 году, Трамп получил 232 голоса. 232 голоса. То есть не дотянул 18. 38. 270 и 232. Это как раз то, на что я хочу обратить внимание. Что у него дефицит в 38 голосов. Если он удержит все штаты, которые он победил в 2020 году, и преодолеет дефицит в 38 голосов, Трамп входит в Белый дом. Где ему взять эти 38 голосов? По сути, подавляющее большинство людей, анализирующих, как выглядит вот этот, мы говорим, electoral map, они говорят, что выборы решает 7, если не 6 штатов. Поэтому вся вот эта тягомотина отношения того, на национальной гонке, кто выигрывает, она, по сути, не имеет маломальски никакого значения. Все, что имеет значение на данный момент, это 6, максимум 7 штатов, которые решат исход. Поэтому, к нашему благу, все эти штаты находятся на востоке, большая их часть. Поэтому очень большая вероятность, что исход выборов мы узнаем к 7, к 8, к 9, к 10 по восточному времени. Пастор Сергей, прошу прощения, я перебью тебя. Почему тенденция к тому, что вот эти вот 6 или 7, которых ты называешь, они не краснеют, они голубеют? Что это такое? Они мечутся. Мечутся? Да. Они мечутся, поэтому интересно будет, как... Здесь еще одна интересная, мы говорим в английский кавиат, в отношении расклада этих сил. Потому что, если ты позволишь, я по памяти смогу сказать эти штаты. Это Аризона, наши соседи. Это Невада, наши соседи. И потом мы переходим на восток. Это Джорджия, это Пенсильвания, Мишиган, Вискансин. И, может быть, может нет, Норф-Каролина, Северная Каролина. В Северной Каролине Трамп победил в 2020 году. То есть, 2-3-2, 232 голоса, это в совокупности с Каролиной. Поэтому я делаю еще раз оговорку в том, что, если Трамп удержит все штаты 2020 года, у него дефицит в 38 голосов. А это сколько дает Пенсильвания? Он, кстати, выиграл? Он взял Пенсильванию? Он Пенсильванию. Вот здесь, в чем интересно, почему дорога к Белому дому, как по мне сейчас, для Трампа намного легче, чем для Камала Харрис. Опять, в контексте шести штатов. Потому что из шести вышеупомянутых, Аризона, Невада, Джорджия, Пенсильвания, Мишиган и Вискансин, все эти штаты Трамп победил в 2016 году. Джорджия и Аризона он проиграл в 2020 году. Окей, окей. Между Джорджией и Аризоной примерно 27 или 28 голосов. Если ему при усилиях получится возвратить, а Джорджия всегда считалась красным штатом, она всегда считалась республиканским штатом, Аризона, будем говорить, на 75% считалась республиканским штатом. Поэтому, если при усилиях и при адекватном вложении финансов в свою предвыборную кампанию именно в этих штатах, Трамп возвращает из 2016 года и Джорджию, и Аризону, то есть он добавляет к 232 еще 27-28 голосов. То есть он уже на отметке 260. Пастор Сергей, какую роль играют? В Пенсильвании решает решающую. Нет, другой вопрос. Играют евангельские христиане, не христиане, а евангельские христиане, evangelical Christians, которых 30 миллионов, и чернокожее население. Он в последнее время все громче и громче об этом говорит. Трамп. Христианская Америка должна голосовать. Не сидите дома, идите и голосуйте, потому что вам тоже есть что терять. И это действительно так, он не ошибается. Если вы хотите слышать голос пятиразовой молитвы, опять это не с тем, чтобы какую-то поднять антимусульманскую риторику. Делайте это в своих мечетях, делайте это в местах своих собраний. Мне было бы очень неприятно в 5 часов утра просыпаться, потому что... Сто процентов. И то же самое в 10 часов утра. Вечера. Опять, я делаю акцент на это. Это не с тем, чтобы разгонять какую-то антимусульманскую риторику здесь. И чем больше людей будет проходить, мусульманские предрасположенных или мусульманские ориентированных в сети канцел, в местные органы власти, тем мы все чаще и чаще будем слышать об этих конфликтах. И это действительно будет приводить к конфликтам. Отвечая на вопрос, я считаю, что голос евангельской церкви на этих выборах очень важен. Очень важен. Но есть очень большой процент евангельских христиан, которые... Игнорируют. Никак не примиримы с позицией... Не с позицией Трампа, а с характеристиками, может, лучше сказать, сезьянами его характера, эгоцентричностью, вспыльчивостью Трампа, с готовностью его говорить так, как он говорит. То есть это неприемлемо для лидера свободного мира, с чем несложно не согласиться. В то же самое время вы кого избираете? Или пастора, или... Вы кого избираете для того, чтобы он был президентом этой страны? Если пересмотреть его первую каденцию... Да, у него были сольные словечки, и он любил в адрес кого-то что-то сказать. Твиттер всегда был красным в огне. И из-за того, что он мало спит, так во всяком случае говорят, он мог что-то писать и в 4, и в полпятого, и в 5 утра. Но давайте признаемся, что ракеты по Харькову не лупили, когда Трамп был президентом. Ближний Восток был более-менее. Давайте признаемся, что на Ближнем Востоке не было того, что сейчас происходит в северной части Израиля. Давайте признаемся, что было подписано так называемое соглашение Авраама при непосредственном участии и инициативе Дональда Трампа. Я даже слышал людей, которые говорят о том, что за эту инициативу и победу он достоин Нобелевской премии мира. Но никто ее, конечно, такому человеку, как Трамп, никогда в жизни не даст. Может быть, посмертно ему ее присвоят. И все вот эти разобщенность общества, все вот эти поднятые градусы, ну, пастор Юрий, и для меня, и для тебя это уже девятый президентский цикл. Мы помним 92-й год, мы помним Роспирота, мы помним молодого Клинтона, мы помним Джордж Буша-старшего, который смотрел на часы, когда все это возняло. Это мы все пережили, но ни в 92-м, ни в 6-м, ни в 2000-м, ни в 2004-м никто не стрелял в претендента на пост не один раз. По два раза. Два раза. А возможно и больше. Один раз в ухо попали, как далеко от уха в голове. Поэтому нельзя не остановиться здесь и не сказать, что а что, если это все волей Божьего проведения? Второй раз. Как мужику залезть в кусты, расположиться и ждать, когда твоя жертва приблизится к тебе на такое расстояние, что ты будешь 100% уверен. Это вообще можно представить себе, что в 21-м веке, если я говорю сейчас за июльские события, что в 21-м веке претендента на пост президента убивают в прямом эфире. Это же все в прямом эфире было. Ты можете себе представить, что президента на пост президента в Америке убивают, когда он в гольф играет со своими друзьями. Ну, мы такими путями еще не ходили. А может быть, еще есть ряд попыток, о которых мы никогда не узнаем, что имело место на самом-то деле. Поэтому градус очень высокий. И кто бы ни оказался в Белом доме в январе 2025 года, для того, чтобы это разобщенное общество, мы же действительно melting pot. Америка — это не Украина, в которой 85 или 90% украинцев. Это не Армения, где 98% Армении. Это не Грузия, где 95% Грузины. Это нас соединяет как страну. Это родственность идей, идеалов, за которые страна стоит. А я... Нас просто держит рука Божья. Вместе. Всех. А если говорить по-простому, Америку начало соединять, пока держит вот эти невидимые взаимоскрепляющие связи, держащие Америку с север и юг. Это относительно экономическое процветание. Относительно. Забери вот эту компоненту, как я ее называю, мы увидим ужас происходящего. То есть, это невидимый... Ну, в хорошем смысле этого слова... В прямом эфире стараюсь подобрать, чтобы так вот аккуратно было. То есть, экономика — это рычаг, который... Серьезный рычаг. Очень серьезный. Точно так, как в Советском Союзе говорят, 15 нерушимых вместе были. И там и мусульмане, и Средняя Азия, сколько, и так все. Я обычно интерпретирую очень просто. Очень просто. Невидимая рука КГБ, она была этим стимулом, сдерживающим страсти. Как только ушла вот эта вот некогда нерушимая и тирания, и ее, смотри, всплыло все по отношению к россиянам со стороны Средней Азии. Смотри, там... То есть, каким образом, говорят, ну, были и мусульмане жили, я же неоднократно был и в командировках, и в Грозном, и в Чечне, и в Казахстане, и в Узбекистане, и где только не было, в силу своей работы. И мечети там были, и все там было, но там было КГБ. Я слышал, что... что эти структуры были внедрены в мусульманские мечети еще намного сильнее, чем в христианские церкви. Возможно. И вот в Америке здесь не КГБ, но вот этот экономический стимул, стержень. Забери это, и все рушится. Я представляю глазами, ну, так сказать, духовного служителя. Я все, что внутри, оно всплывет наружу. Потому что там оно, оно пока там законсервировано. Есть чем питаться, есть на чем ездить, есть где отдыхать, есть в Канкуне, есть всевозможные лазурные берега французские. Но когда не будет чем рассчитываться, оно вот это вот... Недовольство, оно, да, заявит о себе, вне всякого сомнения. И в силу, в силу этого, вот этой темы, скажи, пожалуйста, те слухи, которые идут и там, и сям, они начали идти в Америке, ну, месяца два-три назад, я слышу с разных источников, что осень принесет большую неожиданность в части противостояния одних и других. Дойдет одно из откровений или пророчеств, вот, оно муссируется среди... Я слышу там и на Ютубах, и на всевозможных подкастах, на Вайбере мне прислали, что будут бежать с одного штата в другой штат, экономически будет сильная суета и суматоха. То есть, насколько ты, как лидер духовный, склонен к такому раскладу? Я не очень. Я не принимаю это. Библия учит нас, чтобы мы молились за благосостояние города, страны, в которой мы живем. Это такое абсолютное первостепенная вещь. А вторая, что не менее важно, это, кстати, вот не в упрек, а просто для образовательного такого штриха. Если ты настоящий христианин, то зачем тебе политика? Потому что я христианин, именно поэтому она мне и нужна. И как гражданин этой страны у меня есть право и ответственность явиться на избирательный участок и подать свой голос за человека, за идею, которая сделает или оставит эту страну функционирующей и действующей. поэтому это не вопрос обвинения кого-то в каких-то политических вмешательствах, это вопрос в исполнении гражданского долга. Собственно, чем и спровоцирована эта программа? Мы же здесь не продвигаем какие-то политические идеи, мы говорим о нашей с тобой ответственности в назначенный день, первый вторник после первого понедельника, явиться на избирательный участок и отдать свой голос за человека, в котором мы усматриваем гарант Конституции этой страны на следующих четыре года. А вот эти все поползновения насчет гражданских войн и штатов, ну, пастор Юрий, мы уже ехали этим поездом. Неоднократно. Вы приехали, ваша семья приехала еще раньше, чем наша, но мы уже и видели вот эту миграцию и в Агайи, мы уже слышали эти предупреждения о Саудовской Аравии, кто-то продавал даже какие-то аппликации там по 50 баксов и заработал, наверное, неплохие на то время деньги. Потом какое-то землетрясение и уход половины Калифорнии куда-то под воду. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего сына, чтобы всякий верующий в него не погиб, имел жизнь вечную. Чем наполнено? Это, кстати, дает нам хорошее право или просто потрясающее вводное слово или в нашем разговоре сделать акцент на то, что я не знаю, у меня очень затруднительное положение в плане голосования 2024 года. Я даю себе отчет в том, что претендент демократической партии это очень слабый политик на внешней арене, потому что действующая администрация это продемонстрировала очень хорошо, а она была игроком в этой администрации. Внешняя политика привела к ближневосточной войне, не просто конфликт, война. Через несколько дней будет год, как Израиль воюет, полномасштабная война. Внешняя политика действующей администрации привела к двух с половиной годами войны. Мы приближаемся к третьей годовщине войны, полномасштабной на европейском континенте. Это но. Если кто-то считает, что это нормально, у него есть такое право. Это мой анализ. Поэтому она будет продолжением этой политики. Я более чем убежден. слабой внешнеполитической позиции. Мы увидели, к чему эта администрация привела на внутреннем поприще. Это высокая инфляция. Уровень безработицы. Хотя уровень безработицы скажем в нормах терпимости. Но инфляция сжирает даже те запасы, которые у людей были. Это сказывается, когда мы подъезжаем к бензоколонке. Это сказывается на нас с тобой, когда мы идем купить продукты питания. Это сказывается на нас, когда мы идем с тобой, чтобы просто перекусить что-то. Не надо мне никому ничего доказывать. Если раньше ты мог купить себе сэндвич за 6, за 7, за 8, за 9 долларов, ты сейчас платишь за тот же самый продукт 15, и никто даже тебе, ты никому в этом плане не можешь возразить. Если людей это устраивает, тогда они вправе явиться на избирательный участок и отдать свой голос за кандидата демократической партии. Что меня напрягает по отношению человека, который хочет возвратиться к Дональда Трампа, я понимаю, что у него очень ярко выраженная политическая, прошу прощения, экономическая программа. Я убежден, что он сможет обуздать инфляцию в стране. Я убежден, что он сможет создать большее количество мест и задержать американские бизнеса в Америке, что важно. Потому что по мере того, как они уходят из Америки, уровень безработицы растет, или людям надо пускаться заниматься каким-то стартап, во что-то вовлекаться. Я более чем убежден, что будет намного сильнее, и его голос будет намного громче в отношении внешнеполитических позиций Соединенных Штатов Америки. Но что меня беспокоит, и мы откровенно об этом с тобой сейчас говорим, пастор Юрий, это его очень неоднозначное заявление по Украине, стране, в которой я родился, и судьба которой для меня очень и очень небезразлична. За три года войны, почти три года войны, я три раза был в Украине. Я был свидетелем того, что там происходит, и как все это имеет место. И надо быть слепым, чтобы не называть вещи своими именами. ситуация очень непростая. области страны, которые, я не знаю, когда будут пригодны вообще к обитанию. Это безмерное количество беженцев, убиенных, раненых. Какая вероятность, что беженцы, нашедшие какое-то прибежище в западных странах или в Америке, или в Канаде возвратятся? Ну, я не знаю. по вопросам очень маленький. Каким будет демографический расклад этой страны после? Она, конечно, закончится, но когда? Опять, Трамп не помогает себе тем, что он говорит то, что он говорит. Почему он это делает, я не знаю, я не могу залезть в него. И я не могу тоже быть просто человеком, который говорит, ну, он говорит, не обращайте на это внимания, когда он станет президентом, он наведет порядки. Но я хочу слышать маломальски четкость в отношении этого вопроса. Поэтому, опять, это моя позиция. Я немножко в прострации в отношении того, чтобы явиться на избирательный участок и чисто, сердечно, без всякого угрызения подать свой голос. еще остается до ноября месяца 6 или 7 недель. Неожиданность может прийти с любой стороны. Есть над чем подумать. Что я хотел сказать, пастор Юрий, я хотел сказать о том, что каким бы не было расклада этих выборов, кто-то из них будет президентом в январе 2025 года. Вот в чем мы с тобой убеждены. И в чем я хотел бы, чтобы были убеждены наши аудитории, что через всю человеческую историю, через всю человеческую историю, со всеми ее подъемами, со всеми ее долинами, со всеми ее устройствами и неустройствами просматривается или должна просмотреться рука божественного проведения. Я не всегда хватает слов, чтобы это объяснить, но я верю, что Бог вникает во все дела сынов человеческих. Ему не безразлично, где мы и что мы и как мы. То есть он на троне. Он на троне. Ему не безразлична Украина, ему не безразличен украинский народ, ему не безразлична Америка, ему не безразличен мир. Он так возлюбил мир. Так уж получается, что на каких-то исторических этапах есть сосуды гнева и сосуды низкого употребления. Порой мы не способны увидеть, каким целям это все служит. Но если отойти чуть-чуть подальше, если в контексте всей истории человеческой истории, и автором которой является Бог от самого начала до самого конца, он знает конец от начала, поэтому в его любящие руки мы все это вверяем, молимся в первую очередь, все, что касается выборов, здесь в Америке голосуем, и как бы хотелось, я думаю, что это и чаяние твоего, и моего сердца, и подавляющего большинства, наверное, вашей аудитории, чтобы кровопролитие, полномасштабная война, бессмысленная смерть молодых ребят, лучших из лучших, что страна может предложить, разрушение городов, чтобы все это прекратилось, чтобы все это прекратилось, и мы с тобой, и также люди, которые сейчас здесь, взяли какую-то сотню, вторую или третью, и поехали, чтобы сделать свой вклад на восстановление этой страны, этой общества, потому что я верю, что у Бога есть план и огромнейшая, огромнейшая сжатва, как бы малообещающе и безнадежно это по-человечески не выглядело, я в своей, не просто оптимизме, я в своей абсолютной убежденности в Боге, что его провиденшил генд по всем этом, и его имя будет возвеличено и прославлено. Пастор Сергей, потрясающе, спасибо огромное, я как-то в кругу братьев у нас в церкви говорил, Бог, да сохрани нас в наших ночных размышлениях, когда мы лежим на ложе, Бог, да сохрани нас в фантазиях или в мечтах простираться до того, чтобы убивать кого-то, уничтожать, я бы вот так поступил, а я бы этим оружием этому восточному соседу так поступил, я бы не вот то и то, мы как крестьяне даже даже в страшном сне не должны об этом думать, я бы убил, я бы это, это не наша пророгатива, это не наша сторона, мы должны молиться в глубине души каждый из нас здравомыслящий украинец, любящий свою малую родину или там находящийся, мы болеем, мы переживаем, нам печаль, это боль нашему сердцу, но убивать в наших фантазиях далеко идти, сохрани нас Господи, даже Богу это не нравится, друзья, и мы ежедневно мы вещаем час новостей, у нас идет с Вашингтон, Ди Си, целый час, каждый вечер, и Вы выбирайте, там мы не в состоянии так сказать регламентировать, что они нам дают, мы показываем то, а Вы на Ваше усмотрение уже делаете выводы. Пастор Сергей, спасибо еще раз. Спасибо, пастор Юрий, за приглашение. Было очень приятно, очень приятно. Будьте благословены, всего хорошего, оставайтесь с нами на импакте. Иисус Христос любит Вас много. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok